Друзья, всем привет! Был сейчас на Озоне, получил сидуху Вента. Да, буду сейчас висеть в сидении Вента, в жестком, с алюминиевой пластиной, которая идет. И до этого я висел на ринге. Вот, в этом ролике я хочу их сравнить, повисеть на одной, на другой, рассказать про свои впечатления. И тут некоторые несостыковки, получается, у этих сидушек есть, в характеристиках, которые указывает производитель. И также в телеграм-чате часто спрашивают, как настроить сидение и систему. Совсем новые промышленные альпинисты. Вот об этом, собственно, в ролике и поговорим, немножко порассуждаю. Сильно не критикуйте, я уж не какой-нибудь там мега-супер-специалист. Но, тем не менее, мне есть что рассказать. Всем пожелаю приятного просмотра. С вами Дмитрий, вы на канале Дневник Альпиниста. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это моя старая сидушка, ринг-арена. Это новая сидуха Вента. Только что получил ее на Озоне. Стоимость 3 900. Ринг-арена сейчас стоит 3 300. Ну, вот я нашел самую дешевую, допустим. А я ее покупал 5 месяцев назад за 2 700 или 2 600, что-то такое. Я уж не помню. Вот ценник немножко, да, сейчас приподнялся даже на наши товары российского производства. Так, поехали сначала про Вента. Стоимость 3 900. Вот так она выглядит. Вообще, в линейке Вента 3 сидухи. То есть, вот это называется подиум. Есть промальп и есть промальп люкс В2. Вот эти оба сиденья я видел в магазине Родонит в Шелябинске. Честно говоря, мне они не понравились. Да, вот это, допустим, широкая 61 она идет сантиметр. И 32, точнее говоря. Но фиг его знает. Мне они вообще, честно говоря, не понравились. Они для выхода по-молдавски, я так понимаю. А это вот для любого выхода, в принципе, сидуха. Ну, короче, это паспорт. От нее лишь бы не сдуло сейчас никуда. Вот, таким образом она выглядит. Совершенно новая. Размер у нее идет 55-17. У ринга, что самое-то интересное, вот это ринг, моя сидуха, изготовитель заявляет о размере 48 на 18. Но... А здесь 55 на 17. 55-48. Да? Странно. Хотя ринг длиннее. И 18 сантиметров. Здесь 17. Но визуально, вот я смотрю, ну нифига это не так. Так что, друзья, когда подбираю этим товар, как бы вот эти характеристики, они бывают некорректные, неточные от завода-производителя. Особенно вот ринг. Чему я, честно говоря, сейчас был удивлен. Вот что случилось с рингом. Вот такая сидуха. С металлическими кольцами, они бывают с пластиковыми. У меня металлические. Вот что с ней случилось за 5 месяцев. Это вот от веревки. Веревка сточила тут все. Здесь тоже. Я просто привык спускаться, когда у меня основная веревка между ног. Ну, страховка слева-справа, понятно. Ну, вот, собственно. Особо грязных работ она не видела. Были швы, да, но акрилом швы. Вот. Плюс этой сидухе, что у нее, смотрите, 1, 2, 3, 4. 4 петли, да, разгрузочных. У вента всего лишь 3. Ну, одна снизу. Будем считать, что 2, короче. У вента всего лишь 2. На мой взгляд, блин, короче, надо будет не адаптироваться, привыкать. Потому что я привык, допустим, здесь вот развешивать суда что-нибудь. Потом суда что-нибудь закреплю и так далее. Вот, как бы, есть и плюс у ринга. Минусы. У него здесь обычная фанера идет. А у вента идет алюминиевая пластина. Не знаю, алюминиевая нет, но, скорее всего, я думаю. Вот она, алюминиевая пластина. Весит вот этот подиум значительно тяжелее ринговского за счет металлической пластины. Весит он килограмм 700. Как привязь, как система практически весит. Вот эта, к примеру, система, эксперт, сингенрок, весит 2 килограмма 100 грамм. Да, короче, сидуха примерно столько же весит. Также у вента здесь вот такая петля сзади есть. Это чтобы при... Ну, когда на землю спустился, на ногах передвигаешься, чтобы она не мешала ногам, она цепляется в систему сзади. У вентовских обвязок у всех там есть петелька такая. Короче, за нее можно цеплять. У меня тоже там сзади есть вот такая херня. Могу к ней, в принципе, цеплять. Шестая точка. То есть вот такая вот разница. Еще по поводу настроек, да, строп. Вот у вента, что у систем, что вот, я так понимаю, у подиума, везде вот такие пластиковые стяжки, да, идут. У ринга вот обычная резинка такая идет. У ринга я вот так вот, короче, стропу складывал. Хотя, по идее, ее можно и отрезать, и прошить самое главное, и все. Здесь я вот такой выход нашел. Вот согнул ее, примерно под себя настроил и сюда засунул. Еще плюсик у, значит, этого подиума. Здесь быстро регулируемые вот эти вот пряжки. Плюс это или совсем не плюс, я фиг его знает. Хотя, седуху же ты настроил один раз и работаешь. То есть вот. По поводу, вот Гена Букин, допустим, недавно в телеграм-чате спрашивал, по поводу настройки. Я всегда пишу, отвечаю, разгрузка должна быть 70 на 30. То есть 70 должна быть нагрузка на подиум и 30 на систему. То есть ты не должен сидеть, чтобы система тебя держала и под жопой была скамейка. Скамейки толку тогда не будет. На скамейке надо сидеть. То есть 70 на 30. Развесовку надо делать вот такую. То есть правильно надо настраивать вот эти стропы. Еще такой момент. Многие думают, что одел систему, пряжки затянул, затянул все, вцепил подиум и погнал на веревки. И многие говорят, блин, неудобно, что делать, почему так, объясните. С первого раза не настроишь. Нужно несколько раз спуститься, ну, минимум, я не знаю, раза три спуститься и понять, как правильно настроить систему, как правильно настроить подиум. Сразу этого, как бы, ну, с первого раза не получится. Ну, это я так. Отступление. А я сделал вот такой у меня импровизированный полигон. Там три восьмерки, карабин, стальное. Вот какая-то херня, короче, на которой спутниковая антенна нависела. Я уже показывал этот крепеж в ролике. Да. Что, попробую я сейчас зависну на подиуме Вента. Поехали. Пробуем. Теперь по поводу, значит, закрепления сидухи в систему. Ну, вот, я пользовался двумя способами. Первый способ вот такой. Это вот на данной системе мне позволяет, как бы, без проблем так цеплять подиум, потому что стропы системы не протрутся. То есть вот таким вот образом я ее цепляю. До этого у меня была ринг-фантом-обвязка. Я цеплял маленечко по-другому. Почему по-другому? Потому что там стропы протираются, если таким вот методом цеплять. Сейчас. Так. И способ номер два. Это сразу к силовому карабину, на котором висит спусковуха. Вот так вот. И вот таким вот образом можно, в принципе, зацепить проблем. Тоже я особых не вижу. Но я цепляю по-другому. Так, все цепляю, запрыгиваю на веревке, смотрим, проверяем. Охренеть, друзья. Смотрите, сколько лишних строп. Это вот у этого подиума Виента. Да-да-да. Да уж. Не думал, не думал. Сейчас я сел просто на кровлю. Затянул. Ну, примерно. Чтоб мне было удобнее. Ну, и сейчас попробуем повисеть, так сказать. Так, ну все, я на веревках. Слушайте, ну, жумар-то мне и не нужен. Слушайте, вот как я понимаю, допустим, на этом подиуме, когда за парапет выходишь, ну, по-обычному, как я спускаюсь, не нужно будет поправлять ножные охваты. Потому что, когда на ринге висишь, сейчас я покажу, там все время выпрыгиваешь, и охваты оказываются, короче, зацепляются вот таким вот образом, зацепляются за боковые части подиума ринговского. Здесь, я думаю, таких проблем не будет. Я как бы худощавый, и вот у меня, получается, справа и слева до хрена места еще остается. То есть боковые части мне ноги не пережимают, допустим. Допустим, как в случае с ринговским подиумом. Ну, то есть это как бы плюс. Колец не хватает? Ну да ладно. Вот эти кольца, которые там, допустим, на ринге, можно заменить вот этими карабинами. То есть сюда вот можно будет цеплять, получается. Ну, груз какой-нибудь. И до нижнего кольца, в принципе, я дотягиваюсь нормально. Слушайте. Узковатая, или мне кажется, короче. Привыкать опять же надо к ней. Будет. То есть я вот сейчас сижу, то есть обвязка у меня практически, скажем так, свободно держит. Слушай, да и как-то это. Ножные охваты не так сильно ноги жмут. Короче, у меня такие положительные впечатления пока что от этого подиума. Посмотрим, как будет на веревках. В нем сидеться. Стоять. Сейчас улетит. Так, а сейчас давайте я вцеплю в себя подиум ринг и расскажу про него. Да, поехали. Так, все, теперь я в ринге. Сидухи стегнут. Вот о чем я говорил. Короче, когда выпрыгиваешь за парапет, я все время ножные охваты вот так вот поправлял. Все время мучился. Каждый раз, когда выходишь. Да, и здесь тоже надо будет их поправлять. Там такого нету. Так. Ну, слушайте, она вот пошире. Ринговская площадка. Как-то оно жопе поудобнее, так сказать. Наверное, то, что я привык, скорее всего. Вот эти боковые части жмут ноги. Давят на ноги, видите? Здесь, здесь. То есть вот. Вот у меня рука не пролазит. Был бы я потолще, они бы мне еще больше давили. Вот эти места. Это минусы, получается. А если зацепить на один карабин, получается вот сюда, эту сидуху, то давить вот эти боковые места будут еще больше. Ну, вот. Собственно, вот такие впечатления, друзья, у меня от этих двух подиумов. Ну, что? Буду работать на Вентовском. Буду пробовать. Как-нибудь в ролике я расскажу потом про свои ощущения дальнейшие. Все. Кстати, напишите в комментариях, кто как складывает оставшуюся стропу. Видели выше, да? Там полметра, наверное, ее. Я не знаю. Я вот сложил пока ее вот таким вот образом, короче. Ну, на один хрен вылетит. Потом, в принципе, можно будет, когда поеду в ателье... Кстати, да, совсем забыл сказать. Через несколько дней ко мне придет комбинезон Brodex KS503. Заказал его у Алексея Трегубова в ЦВРе. Вышел он мне 13900 без скидки. Комбинезон красивый, яркий такой. Когда придет, сниму обзор про него. Но предварительно съезжу в ателье, подошью его под себя, потому что, ну, они все такие... У них интересная ростовка, у этих Brodex'ов. Они все длинные, короче, да. У меня рост 171, получается, мне его надо по-любому будет, короче, под себя подгонять. И заодно, может быть, отрежу и прошьют мне, короче, стропу вот эту. Да. Потому что у меня бесит лишние стропы, ну, когда... Да? Сами понимаете, о чем я говорю. И также еще Гришу Вертикаль заказал для эвакуационного комплекта, потому что у меня для этого комплекта только восьмерка есть и десантер, короче. О, с десантером он неудобный, большой. С восьмеркой, ну, понятно, это не автоблокант, что-то как-то не хочется. Короче, для эвакуационного комплекта Гришу Вертикаль взял. Ну, и для разнесенки. Такая вот у меня хорошая, жду, комбинизируем в ротексе. Так, по поводу подиумов, да? Да, это не топовые подиумы. Это не Франклин, это не Пецель, да? Но, тем не менее, вот сейчас буду тестить Вентовский вот этот вот замечательный подиум. Хочется, конечно, Франклин какой-нибудь купить. Да, топчик, согласитесь. Собственно, все. На этом буду ролик заканчивать. С вами был Дмитрий, вы на канале Дневник Альпиниста. Также у нас есть с подписчиками наш телеграм-чат, ссылка на него в описании под видеороликом, закрепленном комментарии. Приходите, будем рады. Еще немножко про свою работу. Вот я закончил вчера утепляху на двух углах. В телегу я скидывал кучу видосов там про привязки, про работу. Вот уже собрал вещи. Часть здесь лежит, часть на техническом этаже. Электроинструмент. Так, буду с завтрашнего дня, завтра привезут плитки и буду делать новую утепляху на другой стороне этого дома. Короче, вообще вон там. Да. Надо еще ключи взять от того подъезда, чтобы здесь не бегать, да и удлинитель. Некуда цеплять. Короче, такие планы. Все. Всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok